Вдалеке, в глуши, но обыкновенно на господствующем красивом месте строился монастырь. Духовная сила, необходима в скором времени, привлекала к себе силы, средства материальные. Святой основатель служит в ветхих, крошенинных ризах. Приемники его облекаются в золото. Никакие соображения и расчеты не могут остановить стремление жертвовать всем материальным, самым дорогим, на украшение того, что нравственно так дорого, так свято. Монастыри становятся богатыми землевладельцами, имущество которых не отчуждается, не разделяется. Один только богатый землевладелец, монастырь, живет отдельную самостоятельную жизнью. Один по своим средствам может строить замки, укрепления и действительно огораживается твердыми каменными стенами, воздвигает башни, заводит наряд, артиллерию, получает возможность защищаться от неприятеля. Так в эти века господство нераздельности занятий силы нравственные необходимо соединялись с материальными. В смутное время Троицкий монастырь дал самый сильный отпор врагам, и при этом силы нравственные были соединены с материальными. Нераздельность сил в Древней России выражалась и в старинном Кремле Московском. Если ряд загородных монастырей представлял около столицы ряд укреплений, то Кремль, царственный замок, жилище великого государя представлялся большим монастырем, потому что был наполнен большими красивыми церквами, среди которых, как игуменские кельи в монастыре, расположен был царский дворец, пестрая масса зданий, самые разнообразные величины, разбросанных без всякой симметрии, единственно по удобству. Если церковь была единственным памятником общественным, если каждый человек со средствами имел сильные побуждения оставить по себе такой памятник, то понятно, что человек с самыми большими средствами в государстве, именно великий государь, должен был отличаться ревностью в построении и украшении церквей. Имел значение всероссийского церковного старостая. Понятно, что около его жилища было так много церквей. Неудивительно, что мы очень часто встретим его в церквах, очень часто встретим пышные длинные царские поезда, направляющиеся в ближние и дальние монастыри. При церковных торжествах царь тут со всем двором. Первого сентября, в Семен день, Симеона, летопроводца, церковь и мир вместе праздновали Новый год. Народ толпился в Кремле с утра. Там, на открытом месте, на площади между Благовещенским и Архангельским соборами, в присутствии царя, служили молебен. После молебна архиереи и вельможи, приказные люди и гости поздравляли великого государя. Один из бояр говорил речь, после чего царь шел к обедне. Зимою, перед Рождеством, 21 декабря, в Москве был большой праздник. Память чудотворца Петра, первого митрополита, который стал жить в Москве и осветил ее величие. Праздник был, собственно, праздником преемника Петрова, патриарха, и потому еще 19 числа патриарх являлся во дворец звать великого государя и старшего царевича к празднику и кушать. Приглашалась также вся знать. После обедни в Успенском соборе царь отправлялся к патриарху на обед. Обычай требовал, чтоб хозяин благословил гостя образом и богато одарил. Дарились обыкновенно кубки, бархаты, золотные и серебряные, оксамиты, атласы, комки и соболи сороками. Накануне Рождества Христова за четыре часа до света государь ходил на тюремные и английские дворы и жаловал милостыню из своих рук. На тюремном дворе – тюремных сидельцев, а на английском – пленных поляков, немцев и черкас, малороссиян. Дорогую государь раздавал милостыню раненым солдатам и нищим. В то же время раздавали царскую милостыню у лобного места и на Красной площади. Всего раздавалось денег более тысячи рублей. Иногда государь ходил также к какому-нибудь расслабленному и подавал ему милостыню. В третьем часу ночи в передние дворца раздавалось громкое пение. Славили Христа протопопы, попы и дьяконы всех соборов. За соборным духовенством являлись певчие. Пять станиц государевых певчих до семь станиц патриарших славили, переменяясь. И государь жаловал их питьем, ковшами. Самый праздник после обедния. Из дворца посылали патриарху весь стол. Боярам, окольничим, думным дворянам и думным дьякам, также архиереям, архимандритам и духовнику царскому посылалось по две подачи. Блюда. С кубками. Шестого января в Богоявленье. Иордань на Москве-реке. По берегу реки в Кремле расставлено двенадцать приказов стрельцов с ружьем и в цветном платье. Идет великий государь в полном царском облачении, ведут его под руки стольники и ближние люди. За государем идет постельничий, охраняет стряпню. Эту стряпню несут стряпчие. Несут они полотенца, стул и подножия. Потом толпа царедворцев, начальных ратных людей и гости, кто познатнее, в шубах, другие в золотах, ратные люди в ферезеях и служилом платье. Гости в золотах. В конце Масленицы царица ходила по соборам и монастырям кремлевским в сопровождении родственников-родственниц, мам, верховых боярынь и казначей. Водила с собой и маленьких царевичей. Во все это время Кремль был заперт, никого не впускали. Последнее воскресенье на Масленице, впрощенное воскресенье, прямо из Успенского собора царь с боярами и думными людьми отправлялся к патриарху, у которого уже были собраны все власти, архиереи и архимандриты. Вместе с государем являлись из дворца ключники и чарочники со всякими красными питьями. Начиналось взаимное угощение. Патриарх подносил государю вина фряжские и меды всякие. Подавал чаши боярам и думным людям. А государь своей стороны жаловал чашами властей. По возвращении во дворец государь принимал начальников приказов с докладами о колодниках, которые сидят много лет, иные не за большие преступления. Таких государь приказывал освобождать. В то же время во дворце царица жаловала к руке отца, братьев, родных и двоюродных, родственниц, мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц. И в Москву наезжали гости особого рода. Изо всех монастырей являлись монахи и подносили царю и патриарху хлебы, капусту и квас. Вербное воскресенье царь участвовал в религиозном торжестве, которому подобного новая Россия уже не видала. Из Успенского собора в Спасские ворота двигался крестный ход. За образами и духовенством шли стольники, стряпчие, дворяне, дьяки, в золотом парчевом платье, в золотах, за ними сам государь, за государем бояре, окольничьи, думные люди и гости, по обе стороны пути близ царя шли полковники и головы стрелецкие. Зашедший к празднику в один из пределов Покровского собора государь отправлялся на лобное место, где патриарх подавал ему и боярам ваи и вербу. По прочтении Евангелия патриарх, взявший крест в правую руку, а Евангелие в левую, посылает отрешить осла и привести к ступеням лобного места. Осла приводит, и патриарх садится на него. Царь ведет осла по конец повода, подлиннесут царский жезл, вербу, свечу, полотенце. Царевич и один из бояр ведут осла по середине повода, под губу ведут патриаршие, боярин и казначей. По обе стороны стрельцы несут сукна разноцветные и постилают по пути. Впереди движется огромная изукрашенная верба на красных санях. В сани запряжены шесть лошадей, темно-серых, цветных, бархатных, капкурах, в ночелках с перьями. Ход направлялся прямо в Успенский собор. Наступал светлый праздник, Велик День. В исходе двенадцатого часа государь шел в Успенский собор. За ним бояре, окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне, дьяки. Собор наполнялся людьми в золотах. На заутренне, после хвалительных стихир, царь прикладывался к иконам. Потом христосовался с патриархом и архиереями в губы. И давали друг другу яйца. Остальных духовных государь жаловал к руке и давал яйца. После духовенства жаловал к руке всех светских людей, вошедших за ним в церковь. По окончании заутренне царь идет в Вознесенский монастырь, поклониться гробу матери. В Архангельский собор поклониться гробу отца. В Лаговещенский собор похристосоваться с духовником, с которым целовался в губы. Обедню слушал также в Успенском соборе. В первый же день праздника являются к царю и царице вместе патриарх со всеми властями и вся светская знать. Царица жаловала их всех к руке. Приходили к государю с дарами, именитый человек строганов, гости московские и из городов. На другой день опять приходил патриарх с властями, на этот раз приносил образа и золотые в подарок. На третий день царь жаловал к руке и отделял яйцами дворовых людей дьяков мастерской царицыной палаты, истопников и истопничих царицыных, уставщиков, певчих, учителей царевичевых и комнатных сторожей. На четвертый день жаловал к руке полуголов, сотников, также докторов, лекарей и мастеровых палат, золотой, серебряной и оружейной. В троицын день государь слушал обедню в Успенском соборе. Перед ним стольники несли туда лист и веник, букет цветов. В церкви стольники же держали стряпню, жезл, стаянец и мису, иногда сундук с платьем. В Успене в день, храмовый праздник главной соборной церкви, государь обедал у патриарха, который дарил гостей так же, как и в день Петра Митрополита. Царь Алексей Михайлович не пропускал праздника в Чудове монастыре 20 мая, день Алексея Митрополита. Если жил в Преображенском, то нарочно приезжал для этого в Москву. Если не ходил в Троицкий монастырь на праздник Святого Сергия, то слушал в этот день обедню на Троицком подворье. В свои именины, 17 марта, царь Алексей Михайлович ездил ко всеночной и к обедне в Алексеевский монастырь. Идут впереди стрельцы с батажьем, потом постельничьи, стряпчьи со стрепнею. За ними едет сам царь в шубе золотой с кружевом, нашивка с кистями, шапка горлатная. Едет он в санях больших, нарядных, на наклестках стоят бояре, на глоблях у щита стольники и ближние люди, около саней идут пешком головы и полуголовы стрелецкие. 17 ноября, в день Григория Неокисарийского, царь Алексей ездил к обедне в Садовую Слободу к празднику, потому что там жил духовник. Кроме этого присутствия при богослужении, при церковных церемониях, в праздничные дни Великий Государь ходил часто на богомолье в города Можайск, Боровск, Звенигород, Кашин, Углич, к Николе на Угрешу. По дороге в Троицкий-Сергиев монастырь, куда царь обыкновенно отправлялся к празднику чудотворцев, к 25 сентября по станам в селах Тайнинском, братовщине Воздвиженском встречали его посадские люди – ярославцы, ростовцы, переславцы, угличане с хлебами и рыбой. Целями царских походов на богомолье были и ближние московские монастыри. Приход Великого Государя был большим праздником для братьев. Гость жаловал ее милостыню. Наконец, кроме монастырей, государь ходил по всем больницам. Были и другие цели государевых походов. Алексей Михайлович любил часто ездить в загородные села, где иногда оставался довольно долго. Села эти были Коломенское, Голенищево, Покровское, Хорошово, Воробьево, Семеновское, Измайлово, Никольское, Всевидное, Остров, Соколова, Алексеевское, Дьяково. Государь ехал ночевать. Следовательно, шествие открывал постельный вазок, при котором ехали постельничий и стряпчий с ключом. С ними триста жильцов, по три в ряд, в цветном платье, на лошадях, во всякой ратной сбруи. За жильцами триста конных стрельцов, по пяти в ряд. За стрельцами пятьсот рейтер, за ними двенадцать стрелков с долгими пищалями. За стрелками конюшенного приказа дьяк. Потом государевы седла, жеребцы, аргамаки, кони и иноходцы. Сорок лошадей под седлами. Наряд на них большой. Цепи гремячие и поводные. Кутазы и наузы. Седла покрытые покровцами цветными и ковриками золотными. Перед государем у кареты боярин, подле кареты по правую сторону окольничий. Сам царь в английской карете с шестернёю. Возники, лошади с немецкими перьями. На возницах кафтаны бархатные и шапки бархатные, с соболем и перьями. С царем в карете четверо бояр. Царевич ехал в избушке шестернёю. С ним сидели дядька его и окольничий. За ним бояре, окольничий, стольники и ближние люди. Около избушки стрельцы. За царевичем ехала царица в каптане в двенадцать лошадей. С нею мамы и боярыни. За царицею царевны большие и меньшие, также в каптанах, окружённых стрельцами. За царевнами боярыни верховые, казначей, карлицы, постельницы. Всего каптан пятьдесят. Главной целью загородных поездок была любимая потеха царя Алексея Михайловича. Охота. Ходил на поля, тешится с птицами. Любил ходить и на медведя. Мы видели, как великий государь праздновал церковные торжества. Теперь взглянем на его торжества семейные, радостные и печальные. Всемирная радость. Родился царевич. Патриарх, знатное духовенство, бояре, окольничий, думные люди и стольники идут с дарами к новорождённому. У царя большой стол. Крестил царевича сам патриарх, знатным духовенством, в Чудове монастыре или в Успенском соборе. Восприемником, по старинному обычаю, бывал троицкий архимандрит. Если же старший брат царевич был на возрасте, то он, младшего сына Алексея Михайловича Петра, крестил старший брат, царевич Фёдор. Восприемницу и тётка. За Кристины патриарх получал 1500 золотых. Митрополиты по 300, архиепископы по 200, епископы по 100, Чудовский архимандрит – 80 рублей. Логовещенский протопоп, духовник – 100 рублей. Успенский – 50, протодиакон – 40, ключери – по 30. Всего выходило 3800 золотых и 330 рублей. Для своей всемирной радости государь кормил у себя в передней нищую братью и жаловал милостыню. Умирал царевич, хоронили в тот же день. В годовщины были в панихидной палате сборы и стол большой. За сборами были патриарх знатным духовенством. Государь приходил в панихидную палату и подносил патриарху и архиереям кушаньи и кубки. Патриарх брал поднесенные ему блюда и кубок и подносил их обратно государю. А тот жаловал имя Кольничева, который стоял за ним.